Денис, приветствую тебя снова на финансовых рынках. Сегодня мы с тобой по горячим следам после заседания ОПЕК. Столько времени к нему готовились трейдеры, но действительно было интересно, что произойдет, какие решения будут приняты. Я с позиции фундамента сегодня попробую обрисовать ситуацию, которая сложилась и подкину идею, что с этим активом может произойти дальше. Если тебе интересно, можем разобрать в принципе и с точки зрения твоего технического анализа, посмотреть тоже на этот актив. Я думаю, что это тоже будет очень круто. И сегодня я предлагаю тогда обратить внимание еще и на канадца, потому что, опять же, с точки зрения фундаментального анализа, довольно логично рассматривать поведение сырьевого инструмента канадца с учетом того, что может произойти с рынком нефти. Поэтому давай вспомним, в принципе, о чем говорили в ходе нашего с тобой прошлого сеанса про фунд и, в частности, про нефть. Ну и тронемся дальше. Давай, слово тогда тебе передаем. Да, спасибо. Сейчас сделаю показ рабочего стола. Все супер, меня должно быть уже видно. Да, вижу. Значит, да, если вспоминать, опять-таки, прошлые наши разметки, мы с тобой говорили про фунд. Я был постоянно за продолжение покупок, вот начиная как раз с этого момента, когда сделали перекрытие и, собственно, сейчас пока продолжается та же тенденция, причем я считаю, что она еще не закончена. То есть в район где-то 27-20, туда еще запросто цена может подойти, тем более нижние границы поджимают. То же самое, в принципе, касалось и евро. То есть по евро после нашего последнего брифинга в четверг я здесь вошел в покупки аккуратные еще. И в итоге небольшой такой импульс все-таки дали. Сейчас, опять-таки, если будет движение вниз, но здесь я буду очень внимательно смотреть, потому что ситуация такая чуть-чуть 50 на 50, но в целом пока что каких-то переломов еще не наблюдается, поэтому могут протестировать одну-вторую маржиналку и дальше все-таки ожидаю вверх, потому что у меня больше идет все-таки концепция на ослабление баксов. А теперь то, что касается непосредственно Канады и нефти. Значит, по Канаде у меня шорт висит еще двухнедельной давности, я его не закрывал, точнее, как бы закрыл половину от него, а остальное так вот кусочками по чуть-чуть его как раз закрывали. Значит, следующий кусочек у меня закроется 1.38.40 и останется буквально 25% от сделки, ее я буду уже закрывать в районе 36.90. Хотя, в принципе, целью все пониже. Я помню о том, что, по-моему, в среду у нас будет ставка по канадскому доллару, я еще фундаментальный фон не разбирал, зачем, если есть ты. Все детально расскажешь потом. Вот. Поэтому я основался исключительно по техническим построениям и по технике, в принципе, здесь нет какого-либо еще перелома тенденции, тем более, опять, повторюсь, как и в прошлый раз, у нас основные опорные объемы, они все остались у нас вверху. И последний, который был сформирован вот 9-го числа, это как раз в четверг у нас был, потом в пятницу, в страстная пятница, ЦМИ закрылась, объемов здесь не было, то есть пустышка. И, фактически, здесь у нас ближайший опорник сопротивления. Поэтому, в принципе, опять-таки, все указывает на то, что я считаю, что технические движения вниз у нас являются в приоритете. Видите, да, коррекцию, в принципе, ну, я не исключаю, но для меня это не более, чем коррекция будет в общем-то дело. То есть я покупки здесь входить не планирую, но если коррекцию дадут, конечно, хотелось бы ее увидеть хотя бы в район, скажем, 1,40, то отсюда я тогда продам снова-таки на продолжение движения вниз. Поэтому приблизительно что с текущих, с текущего экстремума вниз идти, что через коррекцию, мне, в принципе, все равно. Самое главное, чтобы это движение вниз у нас продолжалось. С позиции, сейчас, две секунды, с позиции кумулятива здесь, в принципе, смотрел. В четверг у нас была такая достаточно неплохая положительная кумулятивка, при этом цена абсолютно никак не дернулась даже. Там на часовом графике немножко нарисовали вверх, также вернули вниз, а по большому счету, то есть это срабатывание саллимитов у нас здесь произошло, плюс частично вот он внизу фикс был сделан. Так что, в принципе, я опять-таки за продолжение шортовой ситуации по канадскому доллару, но не исключаю этот вариант коррекции. У меня, в принципе, в голове держится, и он очень логично здесь будет выглядеть, и очень логично его окончание в районе приблизительно 1,40, 1,40, 10 вот в этих краях. Что касается нефти, да, я на прошлой неделе как раз в четверг был здесь, у меня ровно на 24 были покупки. Вот, маленький кусочек закрыл его перед самой новостью по поводу заседания ОПЕК, а остальное выбило там по безубытку буквально плюс 5 пунктов. Вот, то есть я ждал о том, что они договорятся, они договорились, но пока что этого недостаточно. Об этом, я думаю, тоже ты все очень детально расскажешь, покажешь, что есть с точки зрения техники на данный момент. Здесь мы видим, что цена находится в районе ближайшей поддержки, то есть это самая ближайшая поддержка, которая у нас создана, опять-таки, ориентируясь на то проталкивание, которое в итоге получили. При этом всем у нас при продолжении движения вниз, я на самом деле на него как бы очень даже рассчитываю, если оно получится, это будет супер. Почему? Потому что вот с этой области диапазон 15-18 долларов за баррель, с этой области просто офигительные могут дать покупки. И отсюда я бы лично вошел где-то на два контракта вперед. То есть фактически сейчас у нас, поэтому где-то на июльский я буду смотреть контракт для того, чтобы хотя бы, вот я по опционам просматривал, и получилось, что ожидание очень большое вообще в районе 40. Вот, ну 40 это приблизительно где-то через месяца два, вот так вот, может быть, три даже. То есть там сложно по фактору времени судить, но реально обрисовывается цель именно у профессиональных рыночных участников ожидания в районе 40 баксов за баррель. Я думаю, что до конца лета, судя по тому, как я просматривал следующие опционные контракты, то до конца лета, в принципе, это могут отыграть. Мы сейчас можем даже это просмотреть на ближайшие четыре месячных контракта. У меня вот сейчас прямо сейчас онлайн подрисуют границы все, чтобы сразу было понятно, о чем речь. Значит, вот, собственно, у нас такая картинка. Ну вот, пожалуйста, все, которые есть на данный момент. А1, это у нас текущий контракт месячный, на 40 ждут. Следующий месяц, А2, премию, здесь ожидается у нас и то, это даже, а, секунду, это даже пуд, ты уже, цвета не различаю, заработался. Это вообще самый минимальный порог. А верхние границы, вот они аж где, смотри, в районе 50 и 55. Причем это на два и на три контракта месячных вперед. То есть насколько сильно происходит ожидание лонгов именно у профессиональных рыночных участников. Единственное, я же говорю, это не означает, что с текущих пойдут, нет. Это лишь означает то, что потенциал роста здесь ожидается огромный. То есть сильного падения вниз здесь не ждут. Тем более я смотрю, что и в Ливане начали происходить, тоже очень крупные. Да и объемы здесь А2 еще не такой большой, а вот А3, то есть на два месячных контракта, те, кто долгосрочники, вот те уже начинают очень мощно затариваться. Так что я буду очень счастлив, если цена упадет в этот диавазон 15-18, я отсюда с радостью куплю на два-три месяца вперед данный контракт и буду просто сидеть ждать. Слушай, ну до 15 это прям крутовато, больше 30% получается, да, еще? Для себя текущих братьев 22, но опять-таки это предельная гранича еще. Дело в том, что у нас там нет экстремов, даже на которые мы можем опереться. Вот 18, это у меня самая первая идет грань, и то опять-таки, ты же прекрасно знаешь, что у нас сейчас очень жесткая раскорреляция происходит между фьючерсными котировками и CFD-шными, то есть даже это видно прекрасно, как ступеньками движутся эти зонки маржинальных, то есть таких ступенек вообще быть не должно. Ну вот, то есть ситуация повторяет то, что мы видели не так давно по золоту, поэтому здесь сложно проводить полноценный анализ, потому что непонятно, на какие именно котировки ориентироваться. У меня это, например, 22, у кого-то та же самая марка VTI, будет уже котировки в районе 26-25. Слушай, ну мне вот эти уровни очень даже импонируют, то, что мы можем сходить ниже, я полностью разделяю позицию, поэтому так же, как и ты, буду рад. Вот, это у меня был раньше как альтернативный вариант, я ожидал, что все-таки цена вот с этого диапазона выйдет, потому что это ближайшая поддержка. А следующие здесь уже, ну вот эти вот экстремумы, это фигня. Такие вещи, они почти не работают. Тогда уже с огромной вероятностью на перелог. И перелог, скорее всего, в подобных моментах, особенно когда геополитика включается, делают, как правило, ложные. То есть красиво укололи, собрали ликвид и быстренько вернули вверх, тем более, опять-таки, ориентируясь на ожидание крупных рыночных участников, у них исключительно лонги, причем реально мощные. Денис, спасибо тебе. Давай тогда я у тебя перехвачу слово. Да, да, конечно. Так, одну секундочку. Так, кстати, ты, когда комментировал свои торговые идеи, пару слов сказал про золото. Я думаю, что было бы неплохо, если бы мы с тобой в одном из следующих выпусков вернулись к этому активу и предложили вообще как действие. Мне кажется, золото сейчас, учитывая то, что мы фактически видели максимум за последние 6 лет накануне, да и сейчас котируемся там, золото довольно интересно трейдерам. Да, вообще. Поэтому предлагаю как-нибудь разобрать. Ну ладно, давай тогда поговорим о том, что у нас с моей уже стороны было в рамках прошлых торговых позиций. Я делал акцент на снижение курса британской валюты. Сейчас, секундочку. Но фунт меня явно не послушал. Мы улетели в район тех целей, даже которые ты обозначал. Это прям супер, круто твои идеи отработали. Что уж тут скрывать. Замечательно. Я вышел из сделки где-то на уровне 1.25. Я даже не хочу комментировать то, что происходит с фунтом. Меня этот актив, мягко говоря, раздражает. Такого роста я не ожидал. Да и, в принципе, довольно странно видеть такую мощную восходящую динамику на фоне именно факта распространения пандемии в Англии, на фоне того, что происходит именно по макроэкономической статистике, на фоне рецессионной составляющей, да и крайне печальных прогнозов по экономическому росту на второй квартал. Но, возможно, кто-то знает больше, считает, что фунт может быть с учетом текущего фундаментального фона дороже. Я могу следующее сказать, что то, что сделка была закрыта по стоп-лоссу, не значит, что я развернулся и дальше буду только покупать. Я буду присматриваться к новым возможностям для продаж. И вот сегодня на своем брифинге, который доступен на канале Амаркетс, на ютубовском канале, я делал акцент на уровень 24.80. Если доберемся до того в ближайшие дни, можно будет, опять же, присматриваться к продажам. Ну, это уже будет разговор после. Давай посмотрим на рынок нефти. Я предлагал сделку по Brentus с отметки 33.40 продаж. Сейчас мы гораздо ниже, фактически 31.33. Хороший профит, это еще не предел. Сегодня также я хочу сориентировать трейдеров, которые пока что не открывали позиции, либо открывали позиции, но уже вышли по take profit, либо по тем уровням, которые были достаточны в плане прибыли. Сегодня тоже хочу сориентировать на продаж. Причем, когда вот просматривал перед нашим с тобой выпуском уровни, с которых можно рекомендовать, была цена 31.60, ну, вот буквально за то время, когда мы с тобой вещаем, уже оказались ниже, 31.33. По фундаменту ситуация следующая. Согласовали объем сокращения нефтедобычи на 9.7 миллиона. Тоже очень много споров, достаточно это или нет. Но если бы было достаточно, котировки бы уже давно были бы в космосе, ну, по крайней мере, развили мощную восходящую динамику. Я думаю, что этого недостаточно. Опять же, почему? Потому что элементарная математика соотношения с теми показателями падения спроса и ростом избытка предложений, которые были, 9.7 — это маловато. Также хочу отметить, что, на мой взгляд, страны ОПЕК довольно поздно спохватились, чтобы поправить, стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Во-вторых, они сократили производство нефти на тот уровень, который недостаточен. И у нас нету, знаешь, веры в хорошее будущее в плане ожидания того, что это соглашение будет работать дальше. Потому что пик по сокращению производства, по объемам, он придется вот на ближайшие два месяца. И, то есть, в мае, в июне будет действовать это соглашение, потом объемы по сокращению производства, они будут меняться. И с 9,7 снижение уже будет, начиная с, получается, июля месяца, 7 уже с небольшим. И это в тот момент, когда, как я ожидаю, полностью будут заполнены все свободные мощности хранилища для нефтяного рынка. То есть, в тот самый период, когда как раз и нужно будет, чтобы страны ОПЕК сплотились, объединились и приняли решение о необходимом объемном сокращении производства нефти, эта самая сделка, она будет уже не совсем актуальна, и производство нефти начнет постепенно увеличиваться. Поэтому я, в принципе, отношусь к тем трейдерам, которые хоронят рынок нефти, считают, что он точно еще не исчерпал своего потенциала снижения. Я думаю, что мы увидим снижение этого актива в район 30 долларов за баррель. Ну, лично моя субъективная цель в качестве таких ожиданий, оптимистичных, она гораздо ниже. По бренду это 25 долларов за баррель и ниже. И считаю, что к этим целям мы еще придем. Важный момент, тоже считаю, нужно сейчас на него обратить. Вот, внимание. Буквально только что прочитал статью о том, что Сауди Арамка, буквально со вчерашнего дня, понизила официальные отпускные цены на нефть для азиатских потребителей. Скидки бешеные. То есть, на мой взгляд, это еще одно доказательство того, что, несмотря на достигнутые договоренности, Саудовская Аравия продолжает вести ценовую войну с Россией. И вот эта вот позиция, Сауди Арамка и Саудовская Аравия, она вообще делает мир этого энергетического альянса довольно шатким. Поэтому я не питаю каких-то ложных иллюзий и считаю, что рынок нефти еще не ищет факт на салоцового снижения. Что касается Канады, в данном случае здесь, Денис, у меня ожидание того, что пара может восстановиться. Причем я предлагаю сделки buy limit, вот как раз тоже 1.3850 уровень, либо если не захочет кто-то ждать, именно касание этой планки можно будет покупать через buy stop с уровня 1.3910. И я уверен, что у этой пары также есть очень хороший потенциал роста. Почему? Потому что я ставлю на снижение канадца, потому что я ожидаю ослабления рынка нефти в целом. Я ставлю на то, что завтра, в момент заседания Банка Канады, ставку ее 100% не изменят, оставят на прежнем уровне 0.25. Программа количественного смягчения также оставит на прежнем уровне 20 миллиардов канадских долларов в месяц. Но я ожидаю пересмотра прогнозов по экономическому росту, по инфляции. На фоне последнего роста безработицы, безработица больше, чем на миллион человек, уровень безработицы уже стремится к 10%. Я уверен, что экономический рост на второй квартал будет существенно пониже. Поэтому то, что мы в последнее время увидели такое мощное снижение, это может быть опять же на ожиданиях того, что рынок нефти должен был бы помочь этому инструменту. Но по соглашению мы видим, уже не так все радужно по энергетическому, поэтому я считаю, что больше за продажи цепляться в принципе не стоит, с точки зрения фундамента, а напротив, нужно готовиться к росту. И цели это как минимум 1.41 и с возможностью ухода там к уровню 1.43. Это с точки зрения фундамента, я думаю, что к этим позициям мы вместе с тобой вернемся уже в ходе нашего следующего эфира, а в четверг. Денис, большое тебе спасибо за твою точку зрения. Я думаю, что всем будет полезно послушать с двух сторон о перспективах активов. Ну, будем подводить итоги уже в четверг. Да, согласен. И заодно золото посмотрим. Точно. Всем спасибо и до свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok